Европейский Союз может объявить о начале переговоров по вступлению Украины в блок уже в ближайшее время. В Крыму высадился украинский десант, в СБУ заявили об уничтожении российского триумфа. Я Екатерина Ковальчук, это итоги 4 октября от команды новостей Донбасса. Ставьте лайк, мы начинаем. ЕС намерен в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу ее будущего вступления в Союз. Издание «Политика» со ссылкой на трех европейских дипломатов пишет, что уже в ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет условия для присоединения к ЕС. Далее комиссия сделает заявление, после которого государством-членам ЕС будет очень трудно отказать Киеву в переговорах. Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры. Чтобы начать переговоры о членстве в ЕС, Украина должна выполнить семь условий, пока Киев отчитался о выполнении двух. Но источники политика отмечают, что лидеры ЕС выступят с политическим заявлением, которое даст толчок переговорам без согласования юридических рамок. Один из собеседников также отметил, что Киев действительно демонстрирует успехи на пути в ЕС. Тем временем коллеги политика из Financial Times уже подсчитали бонусы, которые Украина сможет получить после вступления в Европейский Союз. В британском издании заявили, что после обретения полноценного членства Украина сможет претендовать примерно на 186 миллиардов евро из бюджета Евросоюза в первые семь лет. Минувшая ночь в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ также была неспокойна. Минобороны России отчитались о сбитии 31 беспилотника, которые атаковали российское приграничье, а местные губернаторы рассказали о прилетах в админздания и дома. О пострадавших информации нет. Где, где, где? Вот нам, по-моему, оба. Тем временем, украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ утверждают, под Белгородом ночью украинские дроны атаковали не админздания, а стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф». Если эта информация подтвердится, то это будет уже второй комплекс «Триумф», который СБУ уничтожило за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября. В украинской разведке сегодня заявили о высадке спецназовцев на территории оккупированного Крыма. По информации ГУР, спецподразделения атаковали россиян и отошли после выполнения задания. Также есть сведения о потерях как у оккупантов, так и со стороны украинских защитников. Тем временем, в российских пабликах распространяется видео с якобы задержанием украинского десантника, который вместе с группой на катерах и гидроциклах пытались пробраться в Крым. По информации оккупантов, попытка проникновения на полуостров была пресечена. Есть ли связь между историями украинской разведки и Минобороны России, пока не ясно. Тем временем, боевые действия в Украине не утихают, продолжают гибнуть мирные жители. Так, только за полгода этой войны погибли более тысячи и ранены около 3,5 тысяч гражданских. Такими данными поделилась глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Бёль. Она также указала, что 86% мирных жителей пострадали во время пребывания на контролируемой украиной территории, предположительно в результате атак со стороны РФ. Между 1 февраля и 31 июля в результате введения боевых действий погибли по меньшей мере 1028 и были ранены 3593 гражданских лица. Это означает, что в среднем за этот период каждый день погибали 6 человек и были ранены 20 человек. Несколько раз за последние сутки обстрелом подвергся Херсон. Вчера оккупанты попали управляемой авиабомбой по жилому кварталу пригорода. Из-за удара были разрушены 7 домов. Под руинами оказались мирные жители. Спасателям удалось извлечь из-под завала в двух человек. Один был уже без признаков жизни. Продолжился обстрел и сегодня утром. В результате этой атаки пострадали жилые дома, учебное заведение и гараж. О жертвах не сообщалось. В полседьмого услышали приходы. Выскочили во двор, увидели развороченную крышу, дырка в потолке, в стенке. Тлеют одеяло в дыре где-то. Залили водой, стали ждать, когда приедут по полиции для того, чтобы акт какой-то. В результате прилета снесло полностью крышу, вылетели стекла. А это кадры из прифронтовой Донеччины. Несмотря на регулярные ракетные удары и танковые обстрелы, полицейские из миссии «Белые ангелы» стараются доставить хлеб и прочие продукты в прифронтовые населенные пункты. Так, по дороге в Авдеевку правоохранители сообщили, что россияне нанесли очередной ракетный удар по жилым кварталам. Но несмотря на это, в минуты затишья полицейские все же смогли раздать людям долгожданный хлеб. А это все на сегодня. Как всегда ждем ваши комментарии, поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...